здравствуйте виноградари с вами снова Юрий Егорутин сегодня 28 мая и я вот обнаружил ну впрочем обнаружил уже довольно давно видите вот у меня лист винограда и вот такое светлое пятно как говорят масляное пятно то есть вот это пятно ну и обычно считается что это мильдью но у мильдью с нижней стороны листа будет должен быть белый налет то есть спороношение но и смотрите я лист перевернул белого пятна вот этого белого налета нет пушка нет на самом деле это не мильдью вот такая погода видите опять начался дождь вот масляное пятно в центре листа и вот опять можно подумать что это мильдью но вот сейчас лист перевернем посмотрим и вот видим что нет никакого белого пушка белого пятна значит это не мильдью тем более что вот при такой погоде когда вот дождь идет видите вот появились капли дождя то спороношение начинается буквально там через два-три дня а вот это пятно довольно давно но спороношение нет поэтому не нужно путать с мильдью не нужно торопиться обрабатывать хотя вот при такой погоде лишняя обработка наверное не помешает лечить его ничем не нужно как только появится хорошая погода ну вот эти участки конечно останутся они никуда не денутся но более сильного распространения вот этот локальный хлороз он не получит а вообще вот если мы посмотрим на листья вот видите кустик винограда трехлетний рост есть конечно у этого куста но вот листья такого салатного цвета не темно-зеленого это тоже хлороз и вот этот хлороз тоже связан с плохими погодными условиями еще один куст винограда это же вот цвет листьев салатный ну не салатный светло-светло зеленый вот такая погода низкой температуры отсутствие солнца много дождей элементы питания не усваиваются соответственно кусту чего-то не хватает причем чего именно определить трудно потому что не хватает многих элементов но вот если мы начнем рассматривать листья то видно что они совсем не зеленые на листьях нет никаких пятен и это уже хлороз не локальный а просто хлороз полностью все листья хлорозят связано это с тем что в почве очень много влаги это первое второе низкая температура и при наличии большого количества влаги большое количество извести растворяется в воде и вот это известь попадает дальше в растения в листья и вызывает вот этот хлороз можно конечно проводить обработки против этого хлороза каким-нибудь комплексом удобрений желательно с железом но эффект будет временным но опять же если низкая температура то все эти элементы тоже усваиваться не будут нужно все-таки чтобы погода поменялась чтобы стало гораздо теплее и чтобы в почве было немножко меньше влаги поэтому ждем хорошую погоду не опускаем руки продолжаем ухаживать за своим виноградником и надеемся что хотя бы концу июня погода наладится но если время проходит а хлороз у нас никуда не девается а наоборот ситуация только ухудшается то стоит постараться немножко помочь нашим кустам винограда первое как я уже говорил можно приобрести в магазине для листовой подкормки комплекс удобрений железом и обработать листовую поверхность а можно применять обычный железный купорос несколько раз своей практике я применял этот железный купорос и вот рецепт как я это делал как же помочь при хлорозе винограда я расскажу о самом простом лично мною испытанным способом который вылечил куст и не нанес вреда будем применять обычный железный купорос под корень один-два раза и по листьям до четырех раз эти обработки и поливы через неделю и так для корневой подкормки взрослых плодоносящих кустов на 10 литров воды берем 100 150 грамм железного купороса растворяем и под куст от 3 до 5 литров два раза через неделю и так как провести эту корневую подкормку если куст достаточно взрослый то делаем поливочную яму глубиной где-то 30 40 сантиметров на расстоянии около одного метра от штамба и в нее и выливаем 35 литров раствора железного купороса после впитывания сверху 10 литров чистой воды и закрываем яму такое внесение железного купороса производим два раза через неделю если куст достаточно молодой то поливочную яму можно сделать немножко ближе к штамбу для не корневой подкормки я использовал концентрацию 20 грамм железного купороса на 10 литров воды хотя рекомендует и 50 грамм но это как мне показалось много поэтому повторяю лично я использовал 20 грамм на 10 литров воды провел около 5 обработок через неделю поэтому не стоит ожидать мгновенных результатов но планомерное лечение приведет к выздоровлению вашего куста а с вами был юрий егарутин до скорой встречи до свидания пока